Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня уже 5 января, сейчас традиционные ответы на вопросы, которые пришли вчера и позавчера. Конечно, на все ответить не успею, но вот сколько за 30 минут успеем, о чем поговорить, о том и будем разговаривать. Ну, конечно, самой главной темой у нас это вот первые посевы ранние, очень много вопросов и по пикировке. Я вчера рассказала, что буду завтра пикировать вот эти вот высокорослых ботянь, чтобы они не вытянулись. И все вопросы, которые пришли за 2 дня, сейчас мы обсудим. Тут вот люди летние еще видеоролики смотрят, вот про челнок написано, отличный сорт. Кто летом не успевает, сейчас зимой досматривают про теплицу. Вот про томат Юсуповский написано, мой любимый томат. Действительно, очень, нынче побольше посажу в открытом грунте, мне тоже очень понравились. Так, ну тут Ольга Малюкова поделилась, что хоть, ну что она, метод вот, я вчера рассказывала 500 томатов на 1 сотке, что когда 2 к 1 колу привязываешь, они более компактные. Вот она сказала, что испробовала, очень понравилось, что нужно регулярно только подвязывать, убирать пасынки и просто красота. И тут она еще добавила, что нет теплицы, она на палке при необходимости надевает бутылки и потом накрывает, ну вот этой, наверное, не тканкой, а пленкой в случае заморозков, когда рано высаживаем. Так, вот вчера выложила про раннюю пикировку, вот пишут, что в этом году тоже буду так рассаду высокорослых, Юлия пишет. И многие, я сейчас дальше дойду до комментариев, там одна зрительница пишет, что мне и мама, и бабушка говорили, что раньше именно на ранних сроках пикировали, потому что сильно условий не было, и в ранних сроках они меньше болеют. Утром он пишет, да, я слышал, что 15 человек доказали, что впихнуть невпихуемое всегда можно. Ну это о том, что участки у всех маленькие, все стараются побольше саженцев посадить. Вот Света Ганеева пишет, как же вы с урожаем справляетесь, его же переработать и потом успеть собрать и реализовать нужно. Свет, с чего вы взяли, что мне его нужно реализовать? У меня такой проблемы нет, и очень странно, когда человек заходит на сайт, где о продаже семян, там половина роликов, пишет, как же вы реализовываете. Я их не реализовываю, я их разрезаю и выбрасываю. Ну конечно, все это идет на семена. Вопрос от начинающих. Вот Елена Кириллова спрашивает. Томаты в открытом грунте, даже при высадке, ничем не укрываете, в какие сроки высаживаете в открытый грунт? Чтобы ответить на ваши вопросы, мне надо написать здесь целую повесть. Вам проще зайти в прошлый год и посмотреть, потому что сроки высаживания разные. Начинаю от самых ранних, когда еще до заморозков высаживала, и самыми поздними в стандартные сроки. Все они различаются. Какие-то под пленку укрываю, какие-то не укрываю. Так что и сроки разные, и все. Вы хотите, задали вопрос, и вы хотите, чтобы я вам ответила. Но тут 30 минут не хватит. А вообще, когда заходите на канал, я уже советовала всем, перед тем, как задать вопрос, вы хотя бы посмотрите по темам, потому что на все вопросы, которые вы задаете, ответы уже есть. В прошлом году, в позапрошлом году. И накрываю, и есть не накрываю. И есть, которые под снегом у меня уже высаженные сидят. Есть, которые в июне высаживаю. Очень поздно. А вот правильно заметил Юрий Матушин, что когда я сказала, что в этом видео нет никакой информации, когда я выбирала там, он пишет, что комментарии пишут, а в комментарии иногда очень много полезной информации. Да, действительно, даже самое я вот ответила, безинформативное видео, если почитать комментарии, то можно найти там очень много, ну, всякой полезной информации. Вот Наташа опять пишет, зачем столько дискуссий, рассказывайте только о томатах, дорогая Наташа. Когда вы будете вести свой канал, вы будете, ну, как, вести в том стиле, в каком вам хочется. Но я здесь решаю сама, если я захочу подискутировать, я разговариваю с своими подписчиками. Если не хочу, могу коротко и лакомично. Я считаю делать замечание автору, поведению канала, вот это говорить, вот это не говорить, это вообще некорректно. Это личное дело каждого. У меня вот такой стиль. Кто-то рассказывает, есть такой канал, ну, он тоже уважаемый, но он рассказывает только чисто по делу и с научной точки зрения. Вы же ему не, ну, как, вообще никому не будете делать советы, что вот вы что-то очень сухо рассказываете, расскажите свои впечатления там о том-то, о том-то. Ну, как, я не знаю, если я человек такой, вы меня уже не переделаете и под себя вы не пытаетесь меня подстроить. Я же не только для вас вещаю. У меня зрителей много, кому нужны эти дискуссии, кто смотрит только вот из-за таких, из-за разговоров, только приближенных к томатам, а не чисто по томатным разговорам. Все люди разные и поэтому делать замечания, мне кажется, тут вообще излишне. Меня вы уже не измените. Я в таком возрасте, что я сформировавшийся человек. Все. Я вот веду так диалог. По-другому я не могу. Вот Юрий Матушин пишет тоже про дрова, сорт, о котором мы уже рассуждали. Подскажите размер вашего лотка еще раз. Про лотки было отдельно. Видео осенью снимала. Какие лотки выбрать? Размер лотка, они же разные. У меня есть пассивные, есть для пикировки. Посмотрите, пожалуйста, отмойтайте назад. Или я буду завтра делать пикировку первую. Я тогда еще раз расскажу о размере лотка. Но вы понимаете, что в каждом видео, у меня видео много, я не могу рассказывать о размерах лотка. Все повторяйте, повторяйте, повторяйте. Это же занимает тоже много времени. Высота, длина, ширина, для какого, что я применяю. У меня есть отдельное видео, где можно всю информацию про лотках. Так. Ну вот Валентина спрашивает. Теплица такая-то, сажают 30 штук. Как вы думаете, если подвал лунку, сколько можно посадить, чтобы без ущерба для растений? Тоже очень интересный вопрос. Но неинтересный, а немножко странноватый. Смотря какого сорта. Вы же не спрашиваете. Я уже говорила, что детерминатные мы садим погуще. Индетерминатные, особенно раскидистые. Там расстояние увеличивается от 50 до 70. На этот вопрос вам никто не ответит. Пока вы конкретно себе не выберете сорта. И вы должны это сами определять, сколько вы туда без ущерба впихнете. Или они будут малооблиствленные, или они будут как деревья-баобабы у вас сорта. Ведь все зависит от сортов. Я вот много раз пыталась донести это до людей. И все равно пишут, а посчитайте мне, сколько в мою теплицу можно. Так я же не знаю, что вы высаживаете. Так вот, Надежда Клюева. Ну, тоже пишет, что распекировала. Немного вытянулась. Впереди еще две пекировки. В том году так довела до теплицы. Мне понравилось. Потом. Потом. Вот кот. Что рассаду не трогает? Интересный кот. Вот смотрите. Пишут. Вчера я рассказывала, что меня интересовали именно томаты сорта, которые вы высаживали в открытом грунте. Я сегодня, наверное, эту тетрадь снова возьму. Там же я вчера, когда показывала, там как все закалякано у меня. Прочитаю все сорта, которые я выращиваю на томатном поле. И когда мне люди пишут, что не надо мне тепличные сорта, вот для теплиц я выращиваю только в открытом грунте, я хочу вам дать пояснение такое короткое, что несмотря на то, что я уже все это испытала на себе, испробовала, несмотря на то, что на пачке, на сорте или в описании в интернете вы читаете, что сорт предназначен для выращивания в теплицах. Любые сорта подходят для выращивания в открытом грунте. Это зависит только от даты посева. Если вы чуть-чуть пораньше посеете, например, вот эти высокорослые индотерминатные, и высадите в открытый грунт рассаду чуть взрослее, чем 60, я вот высаживаю 70-дневную, и высадите еще чуть пораньше. И если есть возможность пленкой, укрывным там во время заморозков укройте, то все сорта, даже тепличные, у меня вот в сибирском регионе все вызревают. Я в прошлом году показывала, в сентябре там, ну, когда в сентябре, в начале, в конце, что даже те, которые, ну, короче, вызрели все, и не надо их разделять. Если он предназначен для теплицы, это просто значит, что ему нужно более длительный период для созревания. Рассада повзрослее, высадить пораньше, и, возможно, чтобы были средства для утепления. Вот Марина Кантаева пишет, вот ведь как, меня и мама учила пикировать рано, тогда, когда появился второй листик. Теперь я, и я уже бабушка, и все так пикирую, значит, по-правильному делали. Так делают многие, особенно вот старшего поколения, когда не было этого интернета, и когда людей еще никто не запутывал. У них было вот один и тот же способ, например, годами отработанный, они так пикировали, пикировали. Сейчас столько много нововведений, какие-то, да, может быть, и пригодятся человеку, но очень часто людей просто запутывают, сбивают вот с истинного пути. Вообще, ведение огорода – это очень простое дело. Если ничего не усложнять, не запутывать, не... Ну, короче, если кто не хочет усложнений, вы не думайте, что чем сложнее, тем лучше. Вот это, например, ранняя пикировка, там минимальная различная подкормка, лучше всего, конечно, делать просто плодородный грунт рассаде, а не добавлять туда каких-то вот этих магазинных различных средств. и останавливать рост, тормозить рост не различными препаратами, а своими действиями, вот своими манипуляциями, возможно, пикировкой, кто-то там, вот сейчас дальше прочитаем, немножко даже скручивает по спирали. Эти методы, они лучше, они нам сохраняют растения в естественном виде, и он идёт своим, как, своим ходом доходит до того состояния, когда, потому что очень часто начинающие огородники, начиная испробовать различные препараты, неизвестные на растениях, они сбивают, какой-то вот там кот у растений сбивается, и вот про этот атлет в прошлом году говорили, многие поливают растения атлетом томаты, чтобы не вытягивались дома, а потом при высадке в грунт, они его настолько затормозят, что он вообще не идёт потом в рост очень долго, он же не понимает, что пора уже расти, раз его затормозили, вот он и заторможенный стоит, испортят всю жизнь растению, а оно потом не понимает, что от него нужно. Вот хотела прочитать тоже, это балконная огородница, не могу имя прочитать, не по-русски, пробовала растить мелочь, это не мои томаты, поэтому ращу обычные томаты, и высокорослые, и низкорослые, что захотелось, то и ращу. Да, урожай не такой, как на земле, и плоды поменьше, но всякие, и зелёные, и чёрные, и бикалоры, вот брать с кого надо пример, я говорю, что вырастить можно любой, на балконе, если захотеть, балкон большой, 6 метров, длиной 20, ой, штук 25, всовываю, сажу очень рано, даже парничок ставлю на первое время, вот как-то так. Вот видите, у некоторых на земле в теплице 25 штук, а человек на балконе выращивает 25 штук, и даже у него своя там тепличка на балконе, конечно, это очень хороший пример. А вот, Валентина Александровна Александрова пишет, и вчера многие писали, вот про петлёй-то, хочу попробовать ботянем несколько стаканчиков закрутить петлёй, я посмотрела вчера всё, что мне сказали, вот какие ролики, и она пишет, на одном канале посмотрела способ пекировки томата петлёй в стаканчике, ну вот, не буду всё это рассказывать, что, вот пишет, надо попробовать, я тоже хочу попробовать, и завтра, когда я буду пекировать вот этого ботяню, который высокорослый, который я просто посеяла среди толстоногих, чтобы вы увидели разницу, насколько быстрее рассада вытягивается, вот эта вот простая, я несколько сделаю петлёй пекировку, и, ну, чисто для эксперимента, и посмотрим, и там ещё один нюанс, очень интересный, когда говорят, зачем петлёй, вы же всё равно заглубляете, это две разные, две большие разницы, вот, Надежда Матюхина спрашивает, пудовик и севрюга, один и тот же сорт, или нет, ну, моё мнение, это один и тот же сорт, утвердать не буду, но я часто вижу, несколько раз видела пачку, где написано, севрюга в скобках пудовик, или пудовик в скобках севрюга, вот так вот, именно вот так написано, пудовик, а в скобочках севрюга, значит, скорее всего, это один и тот же сорт, Татьяна Стрельцова пишет Сколько сортов розовый фламинго Да, действительно, вот розовый фламинго Они очень много сортов разных Пишут розовый фламинго Один сливовидный маленький Один перцевидный большой Мне надо высокорослый А здесь читаю, они всего лишь 60 в другом месте Читаю, что высокорослый Вот у меня розовый фламинго Он эндотерминатный, он высокорослый Он такой, как Дебарао И плоды похожи на Дебарао розовый Такой же формы, сливовидный, розовый Высокий Но и другой сорт у меня Я еще его не сеяла Есть вообще совсем другой Вот про сорт дрова Тоже полностью подтверждаю Прочитанная Вот это проблема с погодой Татьяна пишет Переместила свои растишки на нижнюю полку Стеллажа, там 20 градусов, на улице 0 Форточка открыта днем Вот у нас тоже из-за того, что на улице 0 Сегодня у нас на улице 0 А печка-то все равно топится И получается, что температура высокая дома Рассада, вот которая высокорослая Которая ботяня Ну типа ботяня Она моментально после рождения Она сразу Вытягивается Потому что нет холодного места в доме Никуда ее переставить Толстоногим-то ничего не делается И это нынче проблема В прошлом году проблема была в это время, что было сильно холодно Не прорастали семена В этом году сильно жарко Сразу после всхода они растягиваются все Так Вот про лопаточки мои Тамара Давыдова пишет Такая лопаточка миленькая Пишет В магазине пятерочка тоже купила А у меня с Германии приехала Лопаточка и грабельки Вот Елена Еленская пишет Добрый день Подскажите, алсу можно вырастить на балконе или нет? Но если вы слышали предыдущий комментарий Пишет зрительница Что она на балконе выращивает Все даже и бикалоры И черные, и зеленые Значит вырастить можно все Просто будет немножко поменьше урожай Вот Марина Кагарова-Родова пишет Про то, что как я вас понимаю Каждый год зарекаюсь Не буду набирать семян много Так наверное говорят все огородники Вот Мистер Рокки дал ссылку На ролик про скручивание стебля Я посмотрела вот эту женщину из Сибири Потом посмотрела еще Там этого Как же Ну какая-то фамилия Забыла Но она не русская Я поэтому даже не вспомню Его посмотрела Она в стаканчике закручивает Он прямо в этом В теплице у себя укладывает Закручивает Я вот хочу попробовать Но Вот когда я его посмотрела Этого мужчину Ой извините не могу вспомнить Он делает почти то же самое Да вот некоторые пишут Такая разница Что вы стоя заглубляете Что они крутят Это почти то же самое Но разница есть Тут нюанс в том Что весной Когда я заглубляю Например Я также обрезаю листья Как вот этот вот мужчина Уже такую взросленькую рассаду Обрезаю листья Сначала при пикировке В большую тару В это Обрезаю Два-три листика Семидольные Он в глубину Он в глубину Он в глубину туда не лезет Он на этой же глубине Как если бы без заглубления Вот так вот Втыкает корень А этот лишний стебель Который я туда в глубину заглубляю Он вот так раз Баранкой сворачивает И закрывает землей И получается что у него Весь там мат в верхнем слое земли И это лучше потому что Верхний слой это теплый А у меня получается Я делаю точно Настолько же почти что заглубления Но я-то туда вниз И там когда-то хорошо Смотря какая весна Если тепло Если весна поздняя Когда-то там плохо И томат вот после высадки у меня Иногда очень долго сидит И ждет когда наступит тепло Потому что он же Корневая система Очень плохо когда она в холоде сидит Но это раз на раз не приходится Иногда очень удачно прям высадишь И прям тепло, тепло, тепло И она прям сразу начинает расти А иногда высадишь А после этого хоп Возвратные заморозки И период У нас в прошлом году был период Больше недели похолодания Минусовой температуры А томаты были уже высажены И конечно в это время Они сильно не растут Они ждут тепла Но все равно потом они вырастают Но закручивание надо попробовать Интересно меня со мной заинтересовало Так вот Надежда Пак пишет Это вот еще старый ролик Что я говорю о том Что не умею ни музыку Не прицеплять Настоящие огородники пишут Что нам не надо ни музыки Ничего Лишь бы рассказывали Вот про хвойники Интересно Ни разу не высаживала Из семян хвойники Кому интересно Как можно хвойные растения Из семечек Вот почитайте Тоже очень сложно Еще сложнее чем томаты Вот как раз Лина Лопеш спрашивает Зачем скручивать Вы же глубже пересаживаете И тоже выходит Скручивают уже взрослые растения Переросшие А эти сломать недолго Нет И не взрослые растения скручивают Скручивают по-разному И я только что сказала Чем различается Что я глубже пересаживаю А что люди вот эти скручивают Вот я и говорю Что когда я глубже пересаживаю Мне потом Всю эту длину На которую я пересадила Она же у меня стоя стоит Вертикально А у них она горизонтальная У меня получается Что мне приходится туда Очень глубоко заглублять Там где мы можем найти холод А когда скручивают оно Остается вся в верхнем слое Так Ну вот Ирина Минакова Пишет Выбрасывать вот эти Плохие перцы Может кому-то отдать Но это видео Уже прошлогоднее Уже нет никаких Этих перцев А вот Ирина Бойнова Смеется Что я назвала Рассаду беременной Сказала Что в тот период Когда много листьев И уже где-то там Цветочная кисть В зачатке То лучше ее не трогать Я ее как считаю Что она уже беременная Просто это мы не видим еще Но мы можем ей Немножко это Подпортить Естественный ход ее событий Так Визуально На первых этапах Гибриды Габариты кроны Должны соответствовать Габаритам тары Под корневую систему Да Опять задачка Скручивания Суп не сварю Сегодня Вот пишут Посмотрите видео Сибирский сад Там как раз показывают Как крутят томаты Главное Чтоб не политые были Да Когда они не политые Они более эластичные Когда их полешь Они могут хрустнуть И сломаться Это всегда так Когда хотите Какую-то манипуляцию Сделать Даже Это Ну вот при пересадке Если лежат Там всякое Или крутят Кольцами Лучше не поливать Перед посадкой Вот опять Ирина Беззубенко Это вероятно Совсем новый член Нашей компании Может даже еще К нашей компании Не принадлежит Спрашивает Зачем там Зачем Зачем так много Странный вопрос Если бы хоть Несколько роликов Посмотрела Она бы не спрашивала Объяснять долго Даже не буду Здесь я не поняла Корней 60 Проб Ну не поняла Немножко я Вот кому интересно Как я Комментарии к видео Как высчитываю Дата посева перца Елена Потапенко Пишет Здравствуйте Я рассчитываю так Рассада должна быть 70 дней Плюс-минус 5 Правильно У нас высаживают Рассаду 20 мая Плюс-минус 5 Грубо говоря 70 дней Это 20 февраля Еще добавляю Неделю на всходы Да Поясняют Поясняют Что она замачивает Семена Еще добавляю Неделю на пикировку Так как они Неделю будут болеть Но даже если Они не будут болеть Они немножко Затормозятся на неделю Это точно Если они не Из кассеты Вот и получается Что высевают 6-7 февраля У нас Смотрите У нас получается Перчина Кому неохота рано сеять, у кого нет условий, кто не хочет, нет времени, выбирайте, пожалуйста, ранние и скороспелые сорта. Их можно посеять и в конце февраля, и даже в начале марта. Но они должны быть с коротким сроком вегетации, чтобы не нужно было 70 дней, 80 дней рассаду держать. 30 дней, 40 дней вы их высадите, и они через столько же дней вам дадут плоды. Настя пишет, как мечтаю о пенсии, жаль, что подняли пенсионный возраст, чтобы посадить столько, нужно посвятить себя только огороду. У меня на такое не хватает времени посеять, могу высадить, могу, а вот ухаживать когда? Так вот в чем и проблема. Я когда тоже работала, посеять-то проще, посеять проще, рассада растет дома, и растет их же, и не посынковать ничего не надо. А потом в огороде, когда высадишь, и когда на работе с утра до вечера, конечно, там все разрастается. Я вот о таких схемах посадки уплотненных, когда работала официально, и работала с утра до вечера, у меня была такая работа, что ненормировано. И иногда поздно придешь, не то что в огород выйти, покушать некогда было. Конечно, я не мечтала о таких количествах, но высаживали 200 корней и все. Потом, когда я даже не занималась семенами, для себя я уже высаживала 800 корней. Но это было тоже сложно совмещать. И только после выхода на пенсию я поняла, что можно и не только 800, можно и 1800 высадить. И все на моем участке, на том же самом. Не увеличивая площади, я стала увеличивать размер вот этих растений, и все получается прекрасно. Но только тогда, когда действительно, как Настя пишет, надо посвятить себе огороду. То есть спокойно копаться и копаться там. Вот Ирина Вагазова пишет, что куда садить, тоже заказали столько сортов, еще столько интересных. Будем шуршать дальше, надо думать. У нас тоже проблема. Проблема выбора сортов сейчас стоит очень сложно. Вот Ирина написала. Да, Оля, не буду давать линк. Его действительно иногда опасно открывать. Я не... А, ну вот это вот, про ссылки-то, да? Вот, манир Зарипов, про которого я хотела вспомнить. Посмотрите в Ютубе, как сворачивать томаты у манира Зарипова, пишет Ирина. Она из Германии. Называется «Хочешь улучшенную корневую систему томатов?» Вот кому интересно, посмотрите. И еще раз прошу, да, действительно, не выкладывайте сюда ссылки, потому что сейчас опасно открывать некоторые ссылки. Кто-то от чистого сердца выложит ссылку, чтобы мы посмотрели какую-то информацию, а кто-то выложит специально, вот сейчас распространяются различные вирусы, чтобы забрать ваш канал или чтобы там открыть ваши данные на почте. Вот сделайте, как и Лена. Если вы хотите кому-то что-то посоветовать, ссылку не давайте, пожалуйста. Вот написано название ролика. «Хочешь улучшенную корневую систему томатов?» Манир Зарипов. Я вчера набрала это, скопировала, набрала в поисковик, не со своего канала, а просто вышла отсюда и набрала в поисковик, посмотрела прекрасно ролик, и вот про который я говорила. Он обрезает листья, укладывает кольцом. Это то же самое, что я заглубляю, но я их втыкаю вглубь, а он их горизонтально. И я думаю, что этим он выигрывает, конечно, что они в теплом слое находятся, не пробовала, не знаю, скажу честно, буду нынче, хотя бы несколько штучек сделаю. Вот пишет Надежда Уткова. Здравствуйте, когда я пикирую, когда я так пикирую, у меня почему-то растения потом сидят 3 недели, совсем не растут. И вот не знаю, хорошо это или плохо. Как вы считаете? Сейчас я вот отвечу на этот вопрос, там ей уже ответили, и на этом мы закончим. Время много. Надежда Клюева пишет. Это нормальный процесс. После пикировки растения начинают наращивать корневую систему, и немного тормозят рост листьев. Это очень хорошо. Именно про это я вчера и говорила. Мы делаем пикировку порой лишний раз, только для того, чтобы немного затормозить рост надземной части растений. Вот опять же про этих маленьких старушек. Чтобы они нарастили корневую систему. Тогда получается, что возраст рассады, вот они сидят у вас 2-3 недели, но 3 недели, конечно, это много, не знаю, но пусть сидят 10 дней. Они наращивают корневую систему, у них вот это происходит связка с новым грунтом, пока они там освоятся, нарастят. В это время они забывают о своих листьях, и обычно в это время много новых листьев не нарастает. То есть она не прет вверх, она не вытягивается. Ей не до этого, этой рассаде. Она старается укорениться основательно в этой земле, зацепиться, нарастить много новых корешков, и потом она рванет. Обычно такая рассада показывает себя лучше, чем та, которую мы не пикируем вообще. Когда мы не пикируем, мы не стимулируем корневую систему. Он вот этот стержневой вырастет, а боковых очень мало. И это очень хорошо, и это один из плюсов. Когда я вчера видео снимала, ранняя пикировка томатов, какие плюсы. И я называла, что это один из основных плюсов пикировки, не только ранней, а вообще пикировки, что это торможение. Тормозим растение, и наращиваем корневую систему. Для нас даже не важно, сколько будет много или нет листиков наверху, когда мы посмотрим, в стакане особенно видно, после второй пикировки, там полный стакан вот этих корней. Как вы думаете, когда мы высадим в открытый грунт, сможет такая корневая система нарастить новые листья или нет? Да, конечно, сможет. Они расползутся по всему периметру, где им дадут новую почву. Они больший охват площади у них, больше питательных веществ находят. И листья у вас попрут как бешеные. Очень даже хорошо. Ну вот еще раз про скручивание. Интересно будет слышать ваше мнение о скручивании пикировки. Я уже дважды скрутила Вову Путина, которого посадила в начале января с целью проверки на всхожесть. Пока держится. Но он-то выдержит. Вообще растение сильное, этот сорт. Как вы относитесь к микробио, например, фитоспорину и трехедерми? Они нужны рассаде. Ну смотрите, я скажу так. Может быть они рассаде и нужны, но у меня так как очень их много, я иногда просто времени нет обрабатывать трехедерми. Трехедерми и рассаду ни разу не обрабатывала фитоспорином. Если есть время, иногда полив совмещаю с фитоспорином. Бывает какой-то год. В прошлом году, по-моему, ничего не делала. Ни фитоспорин, ни трехедермин. Раз это биопрепараты, как я вот логически если мыслю, значит они вреда не приносят, возможно, они приносят и пользу. Но если их не применишь, то я никакой разницы не вижу, когда я без них выращиваю и когда я их не применяю. Рассада растет так же прекрасно, все хорошо. Ничего сказать не могу. Я не могу сказать, что они необходимы. Они появились не так давно, вот этот фитоспорин и трехедерми. И мы как-то раньше обходились без них, все так же прекрасно росло. И сейчас, если я не применю ни разу, все так же растет. Но если у меня есть время, у меня такой как принцип, если время есть, почему бы фитоспорин в полив не добавить, если я не забуду о нем. Один раз или два раза в сезон может добавлю. А если не добавлю, то ничего хуже не бывает. Все до том же уровне. Очень сложно, вы понимаете, вот эти биопрепараты, они легкого действия. Очень сложно увидеть улучшение от применения вот этих препаратов. Если и так все хорошо и без них все растет, то на следующий год, если, например, я их применю и ничего не меняется, я не могу сказать, что это панацея, что вот только на трехедерми, на фитоспорине можно вырастить. Я не вижу никакой разницы от их применения. Но иногда все-таки применяю, потому что читаю, что там и полезная вот эта микрофлора, все-все-все. Но в нормальной земле она и так есть полезная микрофлора растениям. Этого, наверное, достаточно. Все. Все, до свидания. Время вышло. Если у кого-то будут какие-то вопросы, завтра буду пикировать, буду показывать раннюю пикировку на примере вот этих ботянь, потому что низкорослые я пикирую на более поздней стадии. Все, до свидания.